МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые радиослушатели Гагаузии! Я, Виктор Шелин, являюсь председателем социал-демократической партии, но сейчас представляю вам избирательный блок «Выбор Молдовы. Таможенный союз». Избирательный блок был учрежден тремя политическими партиями и шестью общественными организациями. Все члены этих трех партий и общественных организаций проходят по спискам 103 кандидатов-депутатов нашего блока. Учредителями блока является социал-демократическая партия, партия регионов во главе с Башканом Гагаузией Михаилом Фармузал и народные движения за таможенный союз во главе с Олегом Тополницким из севера нашей родины, города Бельц. Неспроста именно три этих политических партий объединились в избирательный блок «Выбор Молдовы. Таможенный союз». Потому что именно у этих партий большая история борьбы за вступление Молдовы в таможенный союз. На съезде социал-демократической партии в 2010 году я был избран председателем социал-демократической партии при большой поддержке делегатов из Гагаузии. И очень благодарен им за эту честь и доверие, которое мне было оказано. Именно на этом съезде социал-демократическая партия впервые в истории Молдовы провозгласила необходимость вступления Молдовы в таможенный союз. Начиная с 2003 года партия коммунистов Республики Молдовы после провала плана Козака начала движение нашей страны в Европу. В 2005 году президента страны Владимира Воронина на второй срок приехали в нашу страну поддержать проамериканский президент Румынии Троян Басеску, проамериканский президент Украины Ющенко, проамериканский президент Грузии Михаил Саакашвили. С поддержкой американцев и этих президентов Владимир Воронин был избран на второй срок и начал более активно продвигать евроинтеграцию Молдовы. В то же время, до 2014 года, когда уже во власти был Альянс Европейской Интеграции, Молдова имела право продавать в Европейский Союз товары без квот и без пошлин. Но, тем не менее, экономика страны не выросла. Не было создано предприятий, не было создано рабочих мест. Почему? Потому что мы не сумели пробиться на европейский рынок. Там очень мощная конкуренция. И государства Европейского Союза дают субвенции до 30% всем производителям. В нашей стране государство не поддерживает производителей. Поэтому цены наши дорогие. Тарифы на энергоносители очень высокие. Наша продукция по цене не выдерживает конкуренции. Несмотря на то, что она качественная. В 2014 году, когда Альянс Европейской Интеграции подписал соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, мы не можем продавать уже нашу продукцию без пошлин, а можем продавать только 20% из всего, что мы производим в Европейский Союз. Соответственно, если раньше мы могли без пошлин продавать и без квот, и ничего не продавали, то сейчас, когда установлена квота в размере 20%, мы тем более ничего не сумеем продать. В то же время Российская Федерация начала относиться к нам как к стране дальнего зарубежья. Она ограничила поставки вина, сельхозпродукции, продуктов питания, других товаров. На многие товары введены пошлины на поставки товаров из Молдовы в Российскую Федерацию. А по отношению к 260 тысячам наших граждан, работающих в Российской Федерации, применены меры запрета на въезд в Российскую Федерацию и принудительно через депорт наши граждане направляются из России в Молдову. Мы потеряли все, что имели на Востоке, и мы ничего не приобрели, то, что имели и чем могли торговать с Западом. Соответственно, единственным решением разрешения всех проблем, и в первую очередь экономических проблем, является вступление Молдовы в таможенный союз. Именно в таможенном союзе, в северных странах Беларусь, Россия, Казахстан не производят то, что производим мы. Соответственно, мы свою продукцию можем поставлять на рынки северных стран и не иметь никакой конкуренции, как по номенклатуре товара, так и по цене. Почему по цене? После вступления Молдовы в таможенный союз, мы начнем покупать более дешевый газ 200 долларов, мы начнем покупать бензин по 10 лей, мы начнем покупать металл, лес, удобрения, значительно дешевле. А это отразится на себестоимости продукции, которую мы производим. Соответственно, номенклатура товара не является конкурентной на рынках России, Беларуси и Казахстана, а наши товары станут значительно дешевле. В то же время мы можем покупать в странах таможенного союза то, что они производят и чего они производим мы. Это газ, бензин, лес, удобрения и другие технические товары, в которых мы нуждаемся. Именно вот это прагматическое решение, что нам выгодно быть там, куда можно гарантированно продавать и где можно дешево покупать, предопределило то, что мы, сторонники таможенного союза, объединились в единый мощный блок, откровенно назвали его «Выбор Молдовы-Таможенный союз» и идем по этому пути. Михаил Формузал, башкан Гагаузии, сумел организовать в Гагаузии референдум по вступлению Гагаузии в таможенный союз. И вы, граждане Гагаузии, 98% поддержали этот референдум и эту идею вступления Молдовы в таможенный союз. В отличие от всех сторонников идеи таможенного союза, которые пытались провести референдум, вы это сделали, вам это удалось, и вы сегодня впереди народного движения о вступлении Молдовы в таможенный союз. 23 года вы доверяли свою власть партиям, но многие из них вас обманули. Для того, чтобы мы, кандидаты в депутаты, став депутатами при вашем доверии, вашей поддержке, не обманули вас, мы заключили договор об уголовной ответственности за необман избирателей. Каждый 103 кандидата подписал этот договор и сейчас по всем селам и городам наши активисты подписывают договор с народом. Выдают каждому, кто подписал этот договор, сертификат, который дает право обращаться в течение четырех лет к нашим депутатам для решения проблем, для защиты консольных прав. Вы понимаете, что когда Молдова вступит в таможенный союз, разрешатся все экономические проблемы. Страна станет богаче, появятся деньги для решения всех социальных проблем. Мы ставим перед собой задачу, что уже с 2015 года пенсия должна быть минимальная 1500 лей и выше за счет периода вашей работы, стажа вашей работы, за счет сложности вашей работы. Мы ставим задачу перед собой о том, чтобы ввести бесплатную медицину, бесплатное образование. Мы считаем, что посредники в медицине в виде кассы социального страхования, которая пожирает 400 миллионов лей, нам не нужны. Мы вернемся к бесплатной медицине. Мы берем на себя обязательство снизить все тарифы. В первую очередь за счет борьбы с коррупцией и в вторую очередь за счет вступления Молдовы в таможенный союз. Я обращаюсь ко всем жителям Гагаузии. Мы, учредители блока, являемся последовательными, ответственными сторонниками вступления в таможенный союз. История нашей политической деятельности доказывает, что мы последовательны, мы не подчиняемся Европейскому союзу, американцам. Мы служим только молдавскому народу. Гагаузский народ, я призываю вас поддержать блок выбор Молдовы-Таможенный союз, в состав которого входит крупнейшая партия, которая начала свое движение из Гагаузии, партия регионов во главе с Михаилом Формузал. Победа будет за сторонниками вступления Молдовы в таможенный союз. Победа будет за молдавским народом.